Уровень Амура у Хабаровска достиг отметки опасного явления. Из резкого повышения уровня Амура мэрия начала работы по тампонированию ливневок. Это защитит город от попадания воды из реки. С другой стороны, до конца недели в Хабаровске прогнозируются осадки, а значит улицы неминуемо затопят дождями. В Хабаровске на Красной речке в зоне потопления оказались 30 огородов. Улицы Вилюйская, Алданская, Гомельская, Архаринская, Барнаульская, Алюторская. До жилых домов вода пока не дошла. Затоплены также три дома и огороды на улице Богачева в Хабаровске. Однако эти дома были признаны непригодными к проживанию еще после предыдущего паводка. И сегодня там никто не проживает. Между тем, вода через ливневый коллектор уже подступает к магазину «Боярд» на улице Павла Морозова. Там рукой подать и до торгового центра «Выбор». Но кроме угрозы паводка, в городе есть и повседневные дела. Идет двухмесячник по санитарной очистке города. Дома получают паспорта готовности к зиме. О текущей ситуации поговорим с гостем. Сегодня у нас в студии мэр города Хабаровска Сергей Кравчук. Сергей Анатольевич, доброе утро. Сергей Анатольевич, доброе утро. Ну вот сейчас обозначили, да, у нас сложная ситуация с паводком. Что администрация города делает для его защиты? Добрый день, добрый день, уважаемые жители города Хабаровска. Я хочу сказать, что мы эту работу, к этой работе приступили еще две недели назад, прогнозируя подъему уровня воды в Амуре. На сегодняшний день установлена насосная группа в районе Ерофей-Арены, что позволяет не допустить выход ливневых вод на улице Флеганта, улице Тимирязева. В том числе и защищает торговый центр Боярд и все прилегающие территории. Установлена насосная группа. Да, хочу сказать, около трех тысяч кубов в час насосная группа будет перекачивать воды. Мощность этих насосов на Ерофей-Арене. Также установлено насосное оборудование в районе улицы Богачева. Сделано временное защитное сооружение, чтобы вода не самура не давила в ливневку. То есть здесь этот микрорайон мы защитили. Также установлены насосные группы на улице Вилюйской, Прибрежной, Лютерской. Это на Красной речке. И там мы уже сделали, отсыпали дамбы. Министерство строительства Хабаровского края произвели работу по отсыпке временного защитного сооружения в районе ковша входа в Затон. Сегодня воды Амура не попадают в Затон. Тем самым мы прекратили и не допустим выход воды на жилмассив улицы Ремесленная, Шевчука. То есть прибрежный микрорайон. Также установлены в этом месте у нас два мощных насоса производительностью около 10 тысяч кубов в час. То есть уровень воды в Затоне мы будем поддерживать, откачивая эту воду в Амур. Потому что какая бы дамба ни была совершенной, она все равно дренирует и вода попадает в Затон. Поэтому все те работы, которые мы провели заранее, они позволяют нам спокойно контролировать предстоящие паводки и повышение уровня Амура. Кстати, сегодня Амур у нас 6,13. И гидрологи нам прогнозируют подъем уровня воды в течение двух суток до 40 сантиметров. Это, конечно, неприятно и для нас. Ну, для нас это знакомо. Мы это проходили в 2013 году. Амур нас порадовал, так можно сказать, 8 метрами 20 сантиметрами. 2019 год мы прошли. Ну, мы живем на Дальнем Востоке и уже привыкли к этому. Конечно, неприятно. Но что сделаешь? Природа есть природа. Каким отметкам сейчас готовятся городские власти? Ну, максимум. Нам гидрологи прогнозируют 6,50. 6,50 они прогнозируют. Ну, посмотрим. Гребень воды к Амуру подойдет 19-21 сентября. Будем надеяться, что после 21 сентября постепенно Амур будет понижаться. И мы придем к зимнему периоду, к нормальным отметкам по реке Амур. Сергей Анатольевич, вот что касается улицы Ремесленной, да, там буквально пару дней назад вода уже зашла, получается, затопила гаражи. И до домов буквально оставалось несколько метров. Люди очень волновались. Вот дамбу закончили, да, насыпную строить. Удалось ли сдержать вот этот поток воды или вода все-таки подобралась к дамам? Временно защитное сооружение закончено. То есть работу закончили. Сегодня там работают насосы по поддержке уровня воды в затоне, который не позволяет дальше поступать воды к жилмассиву. Ну, хорошо, что есть опыт предыдущих лет, который помогает действительно сохранить ситуацию. Но также, как мы и говорили, есть повседневные дела у нас в городе. Вот буквально на днях все дома в городе получили паспорта готовности к зиме. Что удалось сделать за летний сезон? Какой вот здесь можно подвести итог? И не будет ли сюрпризов в холодное время года у нас? Я цифрами, уважаемые жители, вас не буду утруждать, потому что работа произведена огромнейшая. Просто огромнейшая. Хочу сказать, что все плановые показатели, которые мы планировали на отопительный сезон 2019-2020 год, мы выполнили. По всем практически показателям эти объемы перевыполнены. Мы получили паспорта готовности и в первой декаде октября, как это уже традиционно, будет подписано постановление о начале отопительного сезона. Хочется сказать огромное спасибо всем сетедержателям. Это и ДЭК, это и муниципальные тепловые сети, это МУП «Водоканал», электрические сети. Они справились с поставленной задачей. Сегодня ведутся еще определенные работы на сетях. Это нормальное явление. Я уверен, что мы отопительный сезон начнем в срок и никаких задержек не будет. Каких-то либо серьезных, я их так называю, неприятностей или катаклизмов, я надеюсь, не будет, как этого и не было в прошлом году. Ну, загадывать не будем, это все-таки инженерное оборудование. Но в этом году мы подготовились более тщательнее, чем отопительный сезон 2018-2019 года. Ну вот 26 сентября пройдет субботник, о чем мы тоже говорили. Вот сейчас в городе идет двухмесячник по санитарной очистке города. И что уже сделано за это время? Я хочу сказать огромное спасибо жителям города Хабаровска, потому что они очень активно принимают участие в наведении порядка в нашем любимом городе, в городе воинской славы. На сегодняшний день мы уже вывезли порядка 52 неорганизованные свалки. Убрали, навели порядок и отремонтировали 6 детских площадок. Контейнерные площадки приводим в порядок. То есть и планируем, чтобы все понимали, мы планируем высадить около тысячи деревьев. Управляющие компании взяли на себя обязательство высадить на своих дворовых территориях около 50 деревьев. То есть кроме деревьев еще будут высажены кустарники. Но это работа традиционная. Мы всегда свой город приводим в порядок осенью к зимнему периоду, также и весной к летнему периоду. Планируем уже по подсчетам, мы смотрим сколько людей вышло у нас с 7-го. У нас с 7-го начался с сентября месячник. Вышло около 9 тысяч жителей, сотрудников муниципальных предприятий для наведения порядка на территории города. Это традиционно, и я еще раз повторяю, благодарен хабаровчанам за то, что они выходят, даже на дворовые территории выходят родители с детьми и наводят порядки у себя на дворовых территориях. Еще вопрос по поводу дорог. Очень много обращений по поводу улицы Краснореченской, многострадальной, которую уже несколько лет не могут довести до конца. Все-таки удастся ли закончить реконструкцию этой улицы, сейчас там идет ремонт, если я не ошибаюсь, от Богачева и до прогрессивной? Да, я с вами согласен, были вопросы, мы не будем к ним возвращаться, все юридические тонкости мы урегулировали. И улица Краснореченская будет закончена согласно контракту в октябре месяце. В дальнейшем ее будут продлевать и расширять, например, до стройки или до химфармзавода? Нет, пока у нас в планах нет, она у нас идет до прогрессивной, поэтому мы там останавливаемся и дальше будем смотреть по программе безопасной и качественной автомобильной дороги. А что касается улицы Шелеста, вот тоже крупная такая стройка, в этом году удастся ее завершить? Да, конечно, она у нас в планах, мы ее в октябре заканчиваем, я недавно делал объезд, был на этой улице, смотрел, все идет в графике, все идет в планах. Понятно, есть определенные неудобства для автолюбителей, для пешеходов, но давайте мы потерпим, все-таки мы увидим, это не просто улица, это будет, можно сказать, шикарная трасса, которая позволит, это четырехполосное движение с ливневой канализацией, с тротуаром, с освещением. Кстати, хочу сказать, жители говорят огромное спасибо строителям, которые там работают, за то, что они там делают то, что они видят перед глазами. Действительно, очень красивая улица получится, а самое главное, мы избавимся от воды, мы избавимся от постоянного, ежегодного ремонта улицы Шелеста. Сергей Анатольевич, большое вам спасибо за то, что нашли время, пришли к нам в студию. Напомню нашим телезрителям, что в студии у нас был Сергей Кравчук, мэр города Хабаровска.